Все данные в языке Python представлены объектами и отношениями между объектами. И как мы помним, у любого объекта в языке Python есть тип. Однако для того, чтобы решать конкретные задачи, которые перед нами стоят, нам не всегда может быть удобно использовать только те типы, которые определены в языке Python. Для того, чтобы мы могли определить свои собственные типы, в языке Python есть классы. Классы в языке Python, прежде всего, позволяют нам описать поведение объектов данного класса. И также, что более важно, классы позволяют нам создать сами объекты данного класса. Таким образом, классы в языке Python — это механизм и синтаксис для описания собственных типов данных. Как же мы определяем классы в языке Python? Давайте посмотрим на синтаксис. Прежде всего, у нас следует ключевое слово «класс», после него у нас следует имя класса, в общем случае двоеточие, отступ в четыре пробела, после которого у нас начинается, собственно, тело класса. В отличие от функции, тело классов исполняется в момент определения самого класса. Более того, так же как и в функции, где тело класса создается отдельный namespace, и те имена, которые в этом namespace остались, затем закрепляются за объектом класса. После того, как объявление класса исполнилось, создается объект myClass. Как я и сказал, имена, которые остались в namespace тело после его исполнения, закрепляются за объектом myClass. Однако, что значит закрепляются? В нашем случае, в namespace тело объекта, когда оно исполнялось, тело класса, у нас останется имя A и имя func. Мы сможем достучаться до этих объектов, написав myClass.a и написав myClass.func. В таком случае про A и func будет правильно сказать, что они являются атрибутами класса myClass. То есть A это атрибут, и func это атрибут. Неформально говоря, атрибут это все то, к чему можно обратиться через точку. В нашем случае точка A означает, что мы хотим взять атрибут A у объекта myClass, а точка func, что мы хотим взять атрибут func у объекта myClass. Однако говоря формально, атрибут это какое-то имя внутри пространства имен, а точка это всего лишь наш синдекс, чтобы обратиться конкретно этому имени.